Мы будем играть сценку, который... спектакль, это не сценка, это серьезный духовный спектакль, который называется Нимай, вкушает подношение странствующего монаха. То есть это читание багов, тут никаких спекуляций. Итак, Нимай, Аруна Гаурага Прабу Младший. Странствующий Браман Ядаваприя. Заганат Хамишва, Новодмир Прабу Младший Дэви, Мама Нимая, Таня Рупа. Бишварупа, старший сын Заганат Хамишва. Любомир Прабу, давайте. Родственники Нимая, родственники, кто хочет быть родственником Нима? Давай. Кого берешь с собой? Папу берешь? Бери папу с собой. Диану бери, давай, Дай Мая, Дэви, бери с собой. Родственники, еще будут родственники? На деду Гакулу бери. На деду Гакулу бери, родственники. Многий благочестивый Браман совершал паломничество по святым местам Индии в поисках Швейк-Нишни. Сияющий... Сейчас, подождите. Сияющий... Сейчас, мы будем подождать. Сияющий... 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 Сияющий, несравненной святостью. Враман носил божество... Так, выбираемся, пожалуйста. Пала Галгапала и шилограмма Шиму на шее. Он ежедневно поклонялся багавану, произнесением гапаламамры и не ел ничего, кроме пищи, предложенной Шейгапау. Странствуя, этот браман уже посетил множество святых мест и вот теперь по воле проведения пришел к Дому Господа. Полуприкрыв глаза, браман постоянно повторял имя Кришны и в глубине сердца наслаждался экстатической любовью к Говиде. Дому Господа, тут! Сюда идите! Увидев сияющего брамана, Джаганадха Мишра почтительно встал и склонился перед ним. Он омыл стопы брамана и предложил ему достойное сидение. Когда браман удобно устроился, Джаганадха Мишра почтительно встал и встал и встал и встал и встал и встал и встал. «Мой беспокойный ум!» Джаганадха Мишра, сложив ладони, сказал на это. Сложив ладони. «О мой господин, о великий преданный! Люди, подобные тебе, странствуют из одного места в другое не ради самих себя, но для того, чтобы возвысить духовно обделенных домохозяев. Можно на себя показать?» «Ты ходишь по свету только по этой причине. И сегодня мне выпала особая удача. Позволь, я все устрою, чтобы ты мог приготовить подношение для своего божества». Браман отвечал. «Да, Мишра, пусть будет по-двоему. Счастливый Джаганадха Мишра позаботился о том, чтобы все было сделано самым лучшим образом. Они с супругой тщательно вымыли кухню и подготовили лучшие продукты, продукты, и все необходимое. И все необходимое. И удалились. И удалились. Браман. Довольный служением Джаганадха Миши приготовил подношение из нескольких блюд и сел на асану, чтобы предложить все это Кришне. В это время Шлиша Чинандана, высшая душа всех живых существ, в облике маленького немая, решил милостиво явить себя в Браману. Едва Браман погрузился в медитацию. Верховный Господь Шри Гаурасунга предстал перед ним. На нем не было одежды. И он был без пыли. Есть пыль, бросаем пыль. Его глаза были красноваты, а руки и стопы необычайно красивы. Ну, правда, смотрите на руки и стопы. Улыбаясь, Господь схватил пригоршню риса и в один миг съел ее на глазах у Брамана. Увидев это, удачливый Браман закричал, «О, горе мне, горе! Этот праздник, этот проказник украл рис!» Прибежали Джаганадха Мишера еще четыре, и убедитель, как немая, улыбаясь, ел рис. В гневе Джаганадха Мишера бросился к сыну, готовый отшлепать его. Но Браман поднялся и взял его за руку. Он сказал, «Дорогой Мишина, ты умудренный жизнью и уважаемый всеми человеком. Он всему лишь несмышленный ребенок. Несколько за глупостью?» Наказывать можно лишь того, кто в состоянии отличать. Хороший от дну нового. Поэтому я не позволю тебе наказать малыша. В глубокой скорби. В глубокой скорби. Джаганадха Мишера опустился на землю. Опускайте на землю. Я захватил голову руками. Не в силах вымолвить ни слова. Браман сказал, «Ты не печаль, Самишка. Бог знает все, что происходит в мире. На все его воля. Человек получает пищу только по воле Верховного Господа. Пожалуйста, принеси какие-нибудь фрукты и овощи. Такова будет моя трапеза на сегодня». Джаганадха Мишера очень слевенно сказал, «Дорогой Праман, если ты все еще считаешь меня своим слугой, прошу, приготовь подношение вновь. Я подготовлю все необходимое. У нас в доме есть разные продукты. Мое сердце не успокоится, пока ты не приготовишь пищу во второй раз». Друзья и родственники Джаганадха Мишеры также попросили его, «Пожалуйста, будь милостив к нам, приготовь пищу еще раз». «Брама Мишера!» «Хорошо! Раз это ваше желание, я снова приготовлю пищу». Все были довольны решением Брама и быстро вымыли кухню. Были подготовлены куклы и необходимые продукты, и Брама начал готовиться. «В это время родственники тревожно сказали, ребенок очень шаловлив и может опять все испортить. Нужно отвезти его к соседям, пока Брама не приготовит пищу и не поужинает спокойно». Шачиманда подхватила своего сына на руки, и родственники последовали за ней. Там Шачиманда оставила Немая и вернулась домой. А женщины назидательно сказали малышу, «Послушай, Немай! Нельзя так поступить! Нельзя есть рис этого Брамана!» «Господь!» «Чье лицо сияло, будто полная луна!» Улыбнулся я в песне. «Браман сам меня позвал! Так в чем же моя вина?» Родственники строго продолжали. «Немай! Ты обманешь! Никто не знает этого Брама! Разве он звал тебя? И с какой он с ним? Сможешь ли ты сохранить свое благородное происхождение, съев приготовленный им рис?» Господь улыбнулся, но, как она сказала, «Я принадлежу копчин пастухов, поэтому всегда питаюсь тем, что предлагают мне Брама». Услышав слова Немая, все весом рассмеялись. Они пили свитые столбы и не догадались, что он имеет в виду. Веселясь они обнимая Немая, и никто не хотел выпускать малыша из своих объятий. А Немай улыбался, и каждый на чьих коленях оказался Господь? На чьих коленях? На чьих коленях? На чьих коленях? Погружался в океан блаженства. Тем временем Брама вновь приготовил рис, затем съел, чтобы поднести пищу Божественного. В медитации Брама позвал белого пала здесь… Гаврачандра, высшая душа каждого сердца, тотчас же узнал об этом. Погрузив всех в иллюзию, Господь незаметно пришел к Браману и предстал перед ним с улыбкой мельцель. Невидимый драдугик для других, Господь взял пригоршню риса и начал ее есть на глазах у Брамана. Браман тотчас закричал «Питак! Питак!» И Господь, а Господь съел рис и бросил со мной все. Разгневом Джаганадха Мишра вскочил, схватил палку и кинулся в дарунку за сына. Господь в страхе ее вершнул в другую комнату, а Джаганадха Мишра бежал за ним следом. Гневно! Гневно! Ах ты проказник! Сегодня я напожу тебя за твои проделки. Я ученый и почтенный человек, а ты, видимо, считаешь меня большим глупцом. — Этого я так не оставлю. У кого еще, кроме меня, сын такой неисправимый вор? — Жена джиганатка Миши. — Да успокоить его. Ну джиганатка Миша кричал. — Оставьте меня! Сегодня я накажу его! Девик замолилась. — О, Миша, ты же очень великодушен. Разве будет правильно наказать малыша? Он не понимает, что хорошо, что плохо. — Убитьем ничему не поможешь. Все дети по своей природе озорны и непоседливы. В это время Браам подбежал к джиганатке Мишне и сказал, взяв его за руку. — Миша, послушай меня. Малыш ни в чем не виноват? — Все, что предназначено, непременно когда-то произойдет. Просто сегодня Мишна не дал ни риса. И я в этом убежден. И ты горя, и ты гна, конечно. Не мог поднять молодых. Он желатупил весом и страдал. В это время в комнату вошел Вишковова. Воконный Господь, исполненный сиянием великой силы. Какая часть его тела невообразимо прекрасной. Во всей Вселенной нет никого, кто может сравниться с ним в красоте. В его плечи украшался. Он источник сияния романа. Шу! 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 «Кому приходится сыном этот господин?» Ему отвечали, «Его отец — это над Камиширом!» Браман был очень рад это слышать. Он обнял бешмаруку и сказал, «Отец и мать такого сына пребывают в ореоле славы!» В ореоле! Орел, верните! Бешмаруфа выразил почтение Брамана, сел рядом и произнес слова, подобные потоку нектара. «Сегодня замечательный день, поскольку нам выпала века удача принять тебя гостем в нашем доме. Я счастлив ведь тебя, видеть тебя, но так как ты постишься, я несчастлив. Поэтому я испытываю одновременно и радость, и печаль». Браман сказал, «Пожалуйста, не беспокойтесь». «Я съем немного фруктов и овощей, я житель леса, а там где достанешь рис? Там я привык есть фрукты, яблоки, каэлья. Иногда я ем рис, но лишь тогда, когда не приходится прилагать усилий. Увидев тебя, я получил такое удовлетворение, что, кажется, я поел уже миллионы раз. Поел уже все. Пожалуйста. И все мне овощи и фрукты, или какое-то готовое подношение, это и будет моей пищей на сегодня. Джаганат Рамишра ничего не сказал в ответ, лишь обеими руками оплатил голову. Абишваруха смиренно произнес, «Я не решаюсь попросить тебя об этом, но ведь ты подобен океану Грекодурши. Святому человеку нестерпимо видеть страдания других, и каждое мгновение он стремится даровать им духовные блажения. Если это не составит для тебя особого друга, «Пожалуйста, приготовь вновь подношение Кришны, тогда наша печаль полностью рассеется, и мы обретем высшее счастье». Абраман отвечал, «Я уже готовлюсь сегодня дважды, но Кришна не позволила мне поесть, поэтому я понял, мне не стоит вкушать сегодня. Если Кришна не желает, то зачем прилагать чрезмерные усилия, и к тому же уже скоро полночь, разве я подобает готовить в такое время? Это не надо даже сегодня ничего готовить, я просто съем немного фруктов и овощей». Кришна не желает ничего плохого, если ты будешь готовить сейчас. Напротив, все будут рады. Сказал это, Кришна не попросил, внукся к стопам Брамана, и все собравшиеся там же попросили его вновь приготовить пищу. Очарованной Вишваруполь, Браман сказал, «Хорошо, я приготовлю». Все тут же радостно восклинили, «Хай!» и начали вновь и наводить порядок. Быстро убравшись на кухне, они принесли необходимые продукты, Браман начал готовить, а остальные стали смотреть за малышом. Господа, двери в комнату, а Джаганатра Миш рассел перед дверью. Шатидеви сказала, «Следует забереть дверь снаружи, чтобы малыш не смог выбраться». А родственники добавили, «Давай Джаганатре Мишне веревку». «Крепко привяжи дверь, чтобы у него не было возможности развязать веревку и выбраться наружу». Джаганатра Мишна спрашивает, «Да, это прекрасная мысль». Затем он забил дверь. «Дверь! Дверь! Дверь!» Он вместе с другими сел возле нее. Стоит, и сказали, находясь в комнате. «Отверните в ту сторону, там, где Браман!» «Внимай, усну!» «Внимай, усну!» «Можно уже не беспокоиться!» «Ничего больше не на твоем!» Пока малыша сторожили, Браман завершил приготовление пищи, и он подготовил подношение. Затем сел и в медитации предложил все Кришне. Пребывая в сердце каждого, Шри Шичинандана знала во всем и пожелала даровать свой даршин удачливому Браману. Когда, повянуясь воле Господа, Нидра Деви погрузила всех в глубокий сон, сон, Шри Шичинандана пришла в комнату, где Браман предлагал подношение. Увидев малыша, Браман закричал «Опять!» «Опять!» «Но все они спали, и никто не услышал. Господь сказал, «О великодушный Браман, ты сам меня позвал, так в чем же моя вина? Ты призываешь меня, произнося мою ману, и я прихожу принять твое подношение. Ты всегда хотел увидеть меня. Так вот я здесь. Смотри же!» В этот момент Браман увидел в высшей степени изумительный восьмирукий облик Господа. Секундочка, но нужен образ. В четырех руках он держал раковину «Сейчас, сейчас!» Диск Булаву 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 И цветок лотоса Одной рукой он держал горшок с маслом Горшок? Нет Другой он ел масло Двумя другими руками он играл на флейте На груди у Господа был знак швиваться Символ богини удачи На жемчужном ожерелье покорился священный камень кружки Наклонитесь, она не может Подожди, чуть-чуть, не спеши Каждая часть его тела была украшена драгоцентром Волосы Господа венчала павлинь и пирог И ожерелье нестили не пунжа Сияние красноватые луны Опять Подчеркивало неземную красоту его луна Красноватый луна Господь улыбался, а его глаза, похожие на пески лотоса Прибывали в постоянном движении Движении Движение Движение Доставало до колен Почти А серьги в форме акул Сейчас, серьги Главно покачивались из стороны в сторону Нежные стопы Нежные стопы Господа Были украшены колокольчиками Сен-де-си А сияние ногтей на пальцах Главно Рассеивало темноту А, Главно, где? Слышите 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 Увидев Неописуемый Величий Господа Брамон потерял сознание От благородства От благородства От благородства От благородства Коснулся Своей лотосной рукой Тело Брамона От прикосновения Господа Брамон вернулся В сознание Но все еще Пребывая В экстатическом Возьм А цепь Не мог Вымолвить Ни слова Тело Брамон огражало И покрылось И спальней Волосы Стали дыбом А слезы Теклись Глаз Подробно Подробный Газ Затем Затем Брамон Обхватил Стопы Господа Стопы Господа Обхватил Стопы Брамона Брамона Неподельное Смирение Брамон Шлифов Господа Улыбнулся И произнес Улыбнулся Улыбнулся Брамон Брамон И ты Брамон Брамон А затем Возвращался В свою комнату Невероятный Невероятный Облик Господа Все его тело Обхватило Блаженство Брамон Все Блаженство Брамон Заплакал На взрыв И стал Есть Рис Растирая Брамон По всему телу Год Он Танцевал Пел Смеялся Кричал Снова И снова Повторяю Слава Абаду Баталу Слава Абаду Абаду Глобный Невероятный Потому Брамон Разбудить Беруся На duplic Беряя В себя Брамон Абуд Возвращаться Гозяева обрадовались, поняв, что гость смог, наконец, спокойно поесть. Парамон Парамон желал рассказать о всем, что произошло. Он думал, что сам Верховный Господь, член Вести, еще Парамон, родился в доме этого Парамона. Я расскажу им, что этот малыш, Верховный Бог, и все они освободятся. Но, страшась нарушить повеление Господа, Парамон ничего никому не скажет. Но с тех пор Парамон остался тайно жить в Новодвиге, недалеко от дома Джаганат Лемишеве. Он собрал, собирал подаяния в домах местных жителей, собирать. И каждый день приходил Господа. Все выходят вперед. Тот, кто будет слушать об этих удивительных играх База Вана, известных даже, неизвестных даже ведом, очень скоро обретет прибежище лотосных стоп Кришны. Дорогие бренды, спасибо большое Парамон за эту неправую вещь. Парамон! Спасибо.